Привет всем, меня зовут Юля, это канал о вязании Емеля Нитинь. Спасибо, что остаетесь со мной. Если вы новичок, присоединяйтесь. Если вы уже мой подписчик, то привет-привет. Сегодняшнее видео это вторая часть нашего бэби-марафона, который мы проводим с девочками-блогерами на YouTube, вязальщицами. Мы пытались, уже не пытаемся, уже пытались вязать за две недели четыре детских изделия, и два из которых должны быть обязательно плечевые. Далее в этом видео вы посмотрите, как проходили мои процессы, что я успела, что нет. Вот за моей спиной, кстати, висит один из процессов для привлечения внимания. Также мы хотим пригласить всех желающих поучаствовать в этом марафоне. Мы будем проводить его в Instagram. В Instagram будет пост со всеми подробностями. В инфобоксе под видео также все подробности будут указаны. Связать за две недели четыре детских изделия, два из которых плечевые должны быть обязательно. Марафон пройдет с 28 июля по 10 августа. В это время вы должны будете связать четыре вещи, как я сказала. И марафон поделен на два этапа. Первая неделя и вторая неделя. В первую неделю до 3 августа необходимо будет опубликовать пост в Instagram с хэштегом babymarafonetap1. Все-все подробности написаны в инфобоксе и в посте в Instagram. И в первом этапе необходимо будет показать ваш процесс, пряжу, рассказать, возможно, что вы хотите связать, каким образом вы успеваете или нет. Во втором этапе, который продлится уже до конца марафона, необходимо опубликовать второй пост с результатами ваших работ, что вы успели связать, что нет. И каруселью фотографий опубликовать в Instagram пост с вашими работами. У нас также много призов. Спонсоры, которые участвуют в марафоне, по итогам выберут своих фаворитов и наградят их приятными подарками. Для того, чтобы побороться за призы, вы должны связать не менее трех вещей из четырех. Лучше, конечно, четыре, потому что это марафон, и лучше поторопиться, чтобы связать все вместе и порадовать своих детей. Что касается призов, у нас их много. У нас будет пряжа, спицы, мастер-классы и даже проектная сумка. В общем, только то, что необходимо и горячо любимая вязальщица. Поэтому присоединяйтесь, мы будем вязать все вместе. Мы-то уже связали, теперь предлагаем вам. Так что смотрите наши видео, чтобы узнать, как прошел наш марафон, успели мы что-то связать или нет. Все ссылки внизу под видео. Смотрите пост в Instagram. Подумайте. У вас есть достаточно много времени, чтобы решить, из чего и что связать. Связать нужно будут вещи непосредственно в сроке марафона, чтобы все было честно. Приятного вам просмотра. Это мое итоговое видео. Я в нем покажу техники, приемы, которые использую при вязании. Покажу, конечно же, процессы. В конце вы увидите результаты моих работ. Посадку на фигуре, чтобы было видно, как я связала. И вообще добилась ли я хороших или плохих результатов. И что я успела. Ну что, я довязываю свой жилет. И случилось, по-моему, невозможно. Мне его хватило на все мои узоры, на все мои пожелания. Я его заузила в окружности, как я говорила. Здесь у меня 110 петель. Спицы номер 5. И я уже обвязала горловину. Как видно, я сделала маленькую планочку горловины. Сшила уже плечи в чистую. Примерка была. Мне очень нравится вот такой метод сшивания плечевого шва. Это когда захватывается полупетля у кромочной. Очень деликатные, аккуратные получаются плечики. Я прямо в них влюблена. Несмотря на то, что они несколько выделены на фоне полотна. Но мне это очень нравится. Спинка. Вот так я закрывала петельки на горловине. То есть на расстоянии от края. Чтобы выделить эти линии. Здесь еще не пришита кромка. Не привязана. Очень мне понравился вот этот узор. Честно говоря, я бы даже захотела себе на плечевое изделие какое-то сделать. Но если себе делать, то, наверное, на рукаве. Если, например, вязать какой-то свитер или джемпер. Потому что вот эти места, конечно, такие полупрозрачные. У меня осталось вот столько пряжи. Я надеюсь, мне его хватит на обвязку пройм. И вот это все. Сейчас буду обвязывать скрестя пальчики. Чтобы не хватило. Покажу немного платьицы. Его трудно показывать. Потому что лески все скручивают. Я уже провязала поясок. Приступила к одной пройме. И вот так выглядят скрещенные у меня петли. Резинка один к одному. Но, как видно, здесь, ввиду того, что было поворотное вязание, скрещенные петли перекрещиваются то в одну, то в другую сторону. Я решила здесь это проэкспериментировать. Посмотреть, насколько это будет истерично или нет. А в круговом вязании, конечно, очень легко соблюдать направление скрещенной петли. И все они глядят уже в одну сторону. Сегодня, кстати, девятый день. И время у меня 9 часов вечера. Я сегодня за целый день связала вот жилет. Я его сегодня соберу. И немного вот поясок у платья и рукава. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok рядышком и в край вот здесь сейчас покажу вот строчка нижняя под отворотом и верхняя которая идет в край и затягивая одну нитку из строчки здесь видно длинные которые выходят я постепенно затягиваю и делаю сборку на ткани таким образом получается очень однородная равномерная сборочка последствий я еще вот в этот кармашек вставлю резинку потому что сейчас у меня сборка шире чем должна быть это я сделала для эластичности ну потому что платье трикотажная довязка и резинка нужно чтобы растягивалась далее я планирую строчить по верхней кромке юбку текстильную к трикотажу к вязаной части проложить строчку и протянув здесь резинку я затяну уже на ту ширину сколько мне надо то есть юбка еще сильнее присбориться но уже благодаря резинке она еще сильнее вот так присбориться здесь у меня чуть больше затянут здесь меньше нужно перераспределить в наши дни проще по моему купить что-то хотя последнее время я уже задумалась над шитьем но такой процесс идет очередной день марафона я уже сбила со счету какой сегодня день на завтра послезавтра мне уже нужно все обязательно связать и показать что мне получилось вот мне на первой площади сварочки сейчас я их буду стирать биби биби премьер ладошка жемчуг здесь у нас такие жгутики симпатичные с такими серебряными протяжками неожиданно как-то случились все благодаря тучери она сказала что не нравится и расцветка потому что на привержен всего розово-сиренево такого девчачьих таких расцветок а здесь нам серебряные полосочки спасли ситуацию ей очень нравится покажу потом в комплекте который у меня уже есть у нее есть и они получились очень даже комбинируемые с двумя комплектами очень хорошо сейчас я буду стирать и буду стирать жидком средстве специально для шерсти ну ничего удивительно вот у меня вот такая ласка шерсть и шоу сейчас постираю и положу сушиться надеюсь что не за сегодняшнюю ночь у меня высохнут например ночь и день и завтра я буду применять на симпатичные детские ладошки и покажу как они сидят ну-ка расскажи что ты делаешь стираешь здорово молодец уже вон какие какие ну вот такие чистые чистые да ну-ка пополоскаешь там водички в стенке оп оп молодец вот такие теперь тяжелые как холодно будем носить время без 20 12 я сейчас попробую прострочить мой трикотажный верх и текстильную юбочку я вот так на металла машинка готова понеслась ну вот собственно и все прострочить до середины только меня сломалась машинка я нажимаю педаль не электрическая с ножным управлением прокручиваем вот это маховик колесо которое должно строчить а игла не ходит кошмар надо было случиться именно сейчас у меня еще мальва еще моя мама на ней строчила вон там штемпель с сыром у нас так долго служит уже такая хорошая металлическая все сводки с полей я в общем в полночь позвонила моей маме маме наша машинка она мне отдала оказывается вот здесь серединке вот это есть колесико я бы уже закрутила вот это беленькая и она мне открутилась и немножко свободно было и не прижимала видимо там какой-то механизм не нужно было закрутить и теперь машинка снова строчит ну все ура я прострочу платье она еще прослужит дошло дело в платье до пуговичек я уже пристрочила подол юбки вставила резиночку и спрятала ее есть у меня в наличии вот такие замечательные пуговки два вида жемчужины и вот такие прозрачные прозрачные смотрите какие симпатичные они такие граненые шестиграничками как соты а с лицевой стороны аниму с таким золотистым ободком но мне конечно в этом платье больше нравится жемчужинки но как вы видите не совершенно разного размера мой прием который я использовала где он вот здесь хорошо видно вот эта дырочка она к сожалению слишком большая для жемчужинок и просто платится будет расстегиваться на будут там проскакивать на раз-два и все поэтому я буду использовать вот эти прозрачные пуговки я думаю здесь тоже прекрасно впишутся так мы застегнем и вот такие будешь пуговки совершенно замечательные смотрите например на вот так 4 пуговки понадобятся очень хорошо а внизу у меня есть делать кнопки приспособление заказала на алиэкспресс есть кстати видео у меня на канале про покупки с алиэкспресс и мои пуговки они не покупные все пуговки я срезаю со своей старой одеждой которые мне нравятся пуговицы одежда уже износилась вот например вот эти жемчужинки я сняла со своей со своего джемпера который покупала в гленфилл свое время это был какой-то ангоровый что ли джемпер очень симпатичные я его неудачно постирала и он у меня очень сел но вот эти шикарные пуговицы я решила ставить и я думаю когда я все равно использую потому что очень красиво эти жемчужинки смотрятся на кофтах и вот эти прозрачные но я уже не вспомнил куда их сняла ну вот тоже такой набор кстати говоря с чашечкой кофе и круассанами с шоколадом работает гораздо лучше я поставила кнопочки все очень хорошо замечательно смотрится начала застегивать все держится но когда расстегивала отрывается у одной из половинок вот эти ответные части в общем все все вроде хорошо но почему-то не держится вот эти фланцы вот эти ножки почему-то не держат понимаю вот они выгнулись все в порядке должно вы держаться но очень тугие кнопки очень крепкие и так показываю я свое платье на плечиках пуговки я уже все пришила с кнопочками я рассказала как обстоят дела одна только кнопка верхняя часть осталась все остальные по отлетали может быть не хватает какой-то крепкой мужской руки на самом деле потому что нижняя же часть держится вот какая-то большая проблема вот с этой верхней частью то есть нижняя часть держится верхняя нет буду думать и возможно сделаю пришивные кнопки потому что пуговки я здесь уже выполнять не буду у меня нет машинки которыми сделать прорезные петли что хочу сказать целом про платье я хотела сделать такой эксперимент пришить текстиль к верхней трикотажной части я довольна то что я в это ввязалась потому что иначе я бы не знала с какими трудностями придется столкнуться хочу их перечислить во первых самая большая трудность это место соединения нижней части платья с верхней то есть вот это вот место как раз сшивание трикотажа и текстиля здесь я вставила резинку как я рассказывала чтобы у меня все растягивалось что касается круглой кокетки я вероятно сделала слишком прилегающую и для вот этой модели круглой кокетки лучше делать более свободные модели потому что вот здесь все таки не хватает маневра чтобы спокойно двигать рукой то есть это больше такой реглан для лучшего маневра необходимо использовать я бы рекомендовала в точные рукава мне кажется что платьица вышла немножко пестровато вот как вы считаете не слишком здесь много цвета верхняя часть пестрые нижняя часть пестрые но в целом ребенок доволен и я рада вероятно здесь стоило использую все таки чисто белую юбочку ну как бы унисон вот с этим вот с этой пряжей мне бы не позволили ее пришить эту белую юбочку сказали бы некрасиво поэтому я взяла вот такую вот пестренькую рукава я вязала резинкой скрещенной один к одному и поясную часть оборочки связаны накидами и связанными вместе петельками и по краям я обработала крючком вот такие пико сделала поэтому смотрится немножко такой медузкой такое платье надеюсь мы его поносим хотя бы немножко когда мы исправим эти кнопочки и все будет у нас хорошо теперь показываю варежки которые связала вот такие они получились я настолько ими довольна как-то неожиданно они вышли мне мне кажется даже восхитительными такие нарядные несмотря на простые цвета белый и серый вот эти полосы серебристы просто и сделаны какими-то волшебными честно говоря так тяжело вышивать когда варежка уже готова и подцеплять это крючком вот эту технику кстати а вы знаете как вышивать такие полосочки или нет ответьте пожалуйста в комментариях напишите будьте добры вот такие варежки и неспроста здесь лежат вот эти комплекты посмотрите как вышло я же купила пряжу биби биби премьер и связала вот такой комплект это у нас ну как бы на более глубокую осень комплект внестровинки мы это уже наносили есть мастер-класс на такую шапку здесь просто у меня на канале вот здесь поставлю ссылочку кстати на всякий случай вот здесь вот такие косы мне очень нравится что они как естественный коса здесь у меня узор столбики к этой шапочки и вот так боком положу связался с нуд здесь видно сгиб мы его часто носим вот таким вот образом сложенным вдвое здесь связан он тоже у меня снуд узором столбики он прекрасно сочетается с шапкой и потом оставшись у меня вот это пряжа я-то купила белую и это у меня уже шапочка на легкую весну то есть это тоже биби биби премьер это меринос конечно не хлопок можно наверно еще хлопковую связать шапочку но посмотрите как они прекрасно сочетаются наверное все таки варежки мы кач не будем носить с этой шапкой ну потому что они просто в разных сезонных категориях но мне так это все радует наверху у меня такая петелька серебряной ниточкой очень так нарядно смотрится но я ее связала эту шапку коротковатой вот высота у шапки 23 сантиметра на обхват головы 51 имейте ввиду что при таком случае ну при таком объеме шапочка будет торчать то есть мне нужно было добавить ну сантиметр полтора и она боже макушкой вот так свисала и было бы очень хорошо так что вот у меня варежки один из проектов которые связала в рамках марафона нашего с девочками вот такие не получились снарядные очень я ими довольна надеюсь я кого-нибудь вдохновлю на что-то похожее на какой-то такой похожий аксессуар вот такой отделкой может быть цветами сочетанием по-моему просто замечательно вот такая у меня жилетка плечевое изделие эйры из инфинити вот так смотрится на груди косы у нас замечательные красивые косы да 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 такие у нас радуют глаз мне очень нравятся вот эти планочки двух цветов когда втачиваем в цвет в цвет нитью а потом уже в край идет совсем другой цвет не видно место где втачали вот эту планку повернись пожалуйста спиной вот так со спинки такие убавочки по плечам по пройме маленькая планочка но это из-за того что у меня пряжи не хватало можно здесь конечно голубой побольше делать планку до середины попа вот так жилеточка и вот так смотрится будем носить ура я его успела и еще один из проектов которые я связала в рамках марафона это вот этот жилет очень уж он симпатичный мне получился честно говоря мне прям порадовал вот этот нагрудный рисунок я говорила сейчас повторюсь что наверное я даже использую вот этот орнамент где-нибудь для себя я хотела давно попробовать вот эту змейку с перекидными петлями как это смотрится но смотрится честно я так ажурно хорошо потому что на картинке мне ну я сомневалась не всегда мне нравилось и как мне кажется что здесь хорошо в этом орнаменте когда сочетается мелкий узор с более крупным масштабным когда вы сочетаете узоры между собой нужно смотреть еще и смасштабировать крупные детали с мелкими и в данном случае они перекликаются потому что идет такая змейка да вот этого ажурного узора и перекидные петли жгута которые тоже такую имеют пластику что касается остатка вот смотрите сколько у меня осталось этой пряжи то есть прям вот тютя в тютю как говорится на жаргоне я даже не знаю здесь один грамм полграмма то есть немножко ошибка в петлях и все горловину я связала планочку очень маленькую с этим я переживала что мне не хватит но она вполне хорошо смотрится показывала я как я вот здесь оформила планочку тоже планку я набирала петлями тон в тон к грудке просто потому что мне не хватило бы вот этой бежевой пряжи и как удивительно посмотрите как хорошо это все смотрится так что вот такие некоторые моменты которые мы выполняем по необходимости они нам помогают как-то по-новому взглянуть на вещи как новые принципы оформления до находить вот так оформлена пройма сбоку мне очень нравится что закрываются петли на расстоянии от планки оформляется вот так красиво вот эта часть оката рукава в данном случае просто открытой проймы плечо значит тело я вязала на пятерки пом планочки тоже на пятерки четыре с половиной в общем я не сильно уменьшала толщину спиц мои любимые плечики их показывала резинка тоже на 5 в итоге у меня по ширине 110 петель снять я со 140 петель ушла на 110 но я показывала она сидит достаточно так полуприлегающие мы еще и поносим хорошо в этот сезон ребенок доволен самое главное на будет относить с удовольствием что еще нужно дома мягкая ткань если говорить про отзыв это у нас infinity air он так смотрится очень симпатично вот такой мой проект еще один мой проект который я вязала в рамках марафона эта сумка из alize cotton gold очень мне понравилось то что она вот такая получилась полосатая я рассказывала что вам подхватывала петлю вот эту дальнюю при вывязывании сумочки то есть я связала по высоте почему показа по диагонали потому что здесь лежит кукла вот так если ее ставить вертикально то нужно еще высоту вязать но она уже это глубокая эта сумочка вот получается в ладонь то сейчас мне нужно будет вязать клапан я хочу сделать полукруглым и уже клапан вышить каким-то таким цветущим садом ну в рамках марафона я уже не успею связать надеюсь я все-таки не заброшу и свяжу потому что интересная все-таки сумочка летняя пока летом и успеем поносить изнаночную сторону тоже покажу нас лишь симпатичная нижняя часть вывязана в две нити вот кстати я считаю что здесь это было конечно моя ошибка не нужно было здесь уплотнять двойной нитью потому что видно да как сумка выворачивается немного вот плывет у таким дугой то здесь толщина получается нить и другая пропорции сбились в общем плотности на я посмотрим посмотрим почему мой проект так что если за три с половиной проекта но зато все что успела я очень старалась спасибо вам за просмотр присняйтесь к нашему baby марафон у переходите по ссылкам которые видите внизу в инфобоксе что после всех девчонок с которым мы вязали а я вам желаю легких петелек удачных проектов и чтобы никогда не случалось перевязан